Ва имя Аллаха, братья главы государств, присутствующие здесь в этот великий день. Мусульмане, съехавшиеся сюда, в Кампалу из разных стран мира. Мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать годовщину рождения пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. Этот праздник заслуживает того, чтобы его отмечало все человечество, поскольку Мухаммед пророк всего человечества, печать пророков. А ислам – это религия единого Бога. И все пророки, что были до Мухаммеда, были мусульманами. Всякий, кто веровал в единого Бога и его посланников – мусульманин. Мухаммед же замкнул с собой эту цепь мусульманских пророков. Господь пожелал, чтобы человечество в конечном счете исповедовало единую религию. Мухаммед – это религия ислам. Мухаммед, в отличие от всех предшествующих ему пророков, которые направлялись к племенам и народам, был послан пророков всему человечеству. Аллах сказал, воистину вера Аллаха – это ислам. А также если же кто изберет иную веру, кроме ислама, то от него не будет принято. И в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон. Коран, что лежит сейчас перед нами, это единственное описание, неспосланное Богом. Мы веруем в Тору и в Библию. Однако известная нам сегодня Евангелие – это не то Евангелие, которое Господь не спослал Иисусу. И в будущем, А Ветхий Завет — это вовсе не та Тора, которую Всевышний сдаровал Моисею. Свидетельство этому заключается в том, что Мухаммед как пророк и печать пророков упоминается и в Торе, и в Евангелии. Однако существующие сегодня Евангелия и Тора не содержат упоминания Мухаммеда. Это значит, они оба поддельные. Моисей сказал своему народу, что придет пророк, и имя ему будет Мухаммед. Иисус тоже сказал сыном Израилевым, сообщая вам благую весть о том, что грядет после меня пророк по имени Мухаммед. Так что любое Евангелие, где нет упоминания имени Мухаммеда, является подделкой. Иисус упоминается в Коране 25 раз. Моисей 138 раз. Мария 39 раз. И мы не можем вычеркнуть ни одного из этих упоминаний. Мария 39 раз. При этом всякое упоминание этих посланников Божьих превозносит их славу и святость. Коран таким образом есть истинное Писание, из которого не было вычеркнуто ни одного слова. Нам следует искать ту Тору, которую Бог ниспослал Моисею и Евангелие, ниспосланную им Иисусу. Продолжение следует... К сожалению, истинное священное Писание, как представляется, было уничтожено. А то, что мы имеем сегодня, написанное человеком, и из него изъято то, что кто-то не пожелал в нем видеть. Мухаммед родился 23-го дня 4-го месяца. То есть месяца птицы по солнечному календарю. Апреля, Ниссана, все-таки называют его по-разному. 571-го года от Рождества Христова. Он прожил около 63-х лет и умер в 634-м году нашей эры. Сегодня мы ведем свое летосчисление от Рождества Христова. Но почему? Потому что рождение Иисуса было чудом и знамением Божиим. Иисус был рожден от Святого Духа, без участия Отца. И это событие есть чудо, знамение Господне. Он заговорил с людьми, еще будучи в колыбели. С Божьего позволения он оживлял мертвых и исцелял больных. Он сделал из глины птицу и, с Божьего позволения, вдохнул в нее жизнь. И она ожила. Он просил Господа не завести для него с небес трапезу. И Господь не спасал ему трапезу. Это чудо достойно того, чтобы вести от него наш календарь, согласно которому, после этого чудесного события прошло на сегодняшний день 2007 лет. Но есть в истории и другое событие, достойное того, чтобы вести от него летосчисление. Это событие смерть Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. Почему? Да потому что Мухаммед, последний из пророков, печать пророков. Человечество должно начать отсчет календарного времени со дня смерти. Пророка, ибо это очень важное событие. Ведь со смертью пророка прервалась связь между землей и небесами. С уходом Мухаммеда навек прекратилось божественное откровение. После него никогда, вплоть до самого судного дня, уже не явятся человечеству посланники Божии. В момент смерти Мухаммеда смолкли небеса. И никогда уже больше на землю не сходило, не нисходило откровение. И так будет до самого дня воскресения. Мухаммед – последний из пророков, а Коран – последний из священных писаний. Таким образом, человечество вправе установить календарь, берущий за начало лета счисления этот день. Мухаммед Мухаммед родился в 571 или 570 году от Рождества Христова. Мир ему. Мухаммед 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 Простой арифметический подсчет говорит нам, что Мухаммед умер в 634 году нашей эры. Мухаммед 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 Тот же, кто не ведет летосчисления от Рождества Христова или со дня смерти Мухаммеда в печати пророков, тот, по нашему мнению, является фанатиком и врагом пророков Господних. Если человечество не желает пользоваться календарем, в основании которого положена дата смерти пророка, то значит оно заражено фанатизмом, что в нем господствует идеология ненависти и расовой дискриминации. Почему мы ведем летосчисления от Рождества Христова? Потому что это необычный день, это день рождения Божьего пророка. Чудом зачатого без отца. Моисей тоже являл людям чудесные знамения. У него был волшебный посох. Он прятал руку за пазуху, потом вынимал ее оттуда, и она была белой, без единого пятнышка. Я хочу в этой связи обратить внимание на одну очень важную вещь. Существует Коран, но наряду с ним ходят всякого рода досужие разговоры о чудесах Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Почему? Потому что люди считают, что раз Иисус и Моисей творили чудеса, то как же могло быть, что и Мухаммед не творил чудес? Ну, такова воля Аллаха. Мы верим в Мухаммеда без всяких чудес. Тот, кто выдумывает какие-то чудеса и приписывает их Мухаммеду, чтобы обосновать свою веру в него, на самом деле не верует в пророка. Вера таких людей очень слаба. Все эти шейхи, факихи, мухадисы, которые утверждают, что Мухаммед творил чудеса, сами лишены веры. Достаточно уже одного того, что Мухаммеду был неиспослан Коран, и не нужно никаких других чудес. Если для того, чтобы ты уверовал в Коран, тебе непременно нужны и другие чудеса, то, значит, в тебе нет веры и в сам Коран. Достаточно того, что Мухаммед был печатью пророков, и уже это одно отличает его от всех предыдущих небесных посланников. В Коране нет упоминаний ни одного пророка, которого бы благословлял Господь и его ангелы, кроме Мухаммеда, но благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах и его ангелы благословляют Мухаммеда. Воистину, Аллах и его ангелы благословляют пророка. Вы, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте усердно. Вы говорите порой, Господи, благослови Мухаммеда. «Как благословил ты Авраама?» Но это ошибка, так говорить неправильно. Господь не благословлял Авраама, и потому его имя сопровождается только словами «Мир ему». Лише упоминание Мухаммеда мы произносим «Да благословит его Аллах и приветствует». Пора кончать с этими глупостями, которые приписываются пророку Мухаммеду, да благословит его Аллах и приветствует. Всеми этими розсказнями о том, что он якобы разговаривал с газелью и мог говорить даже с неодушевленными вещами, что он заставлял воду вытекать из его ладоней, что из одной миски накормил тысячи людей, и что для него луна раскалывалась надвое. Ни в VI, ни в VII веке н.э. Бог не раскалывал луну пополам, а тот, кто утверждает подобные вещи, с самого начала не верует в Мухаммеда. Субтитры создавал DimaTorzok «Откуда идут эти глупости? Их измышляют те, кто слаб в вере». Выдумки об этих чудесах и попытки приписать их Мухаммеду, да благословит его Аллах и приветствует. Выдумки об этих чудесах говорят лишь о том, что их авторы не веруют сами и расшатывают веру других. По аналогии с тем, как Моисей ударил посохом о камень и из расколовшегося камня забил источник, они утверждают, что и Мухаммед тоже мог заставить воду течь из его ладоней. Но этого на самом деле не было. О том, что Иисус и Моисей творили чудеса, сам сообщил пророк Мухаммед, но благословит его Аллах и приветствует. Что же, он тогда не позавидовал им, не стал вопрошать, почему, мол, мне не дана такая чудесная сила? Нет, он знал, что он пророк, и что чудеса – это не его дело, а провидение Божие. Мухаммед не стал ничего от нас скрывать. Он не стал отрицать, что у Моисея был чудесный посох, которым тот разверз море и расколол камень, который превращался в змею, что пожрала веревки и посохи колдунов в пустыне. Мухаммед рассказал нам об этом благодаря откровению, явившемуся ему так, как оно является пророком. Почему же он не стал ничего отрицать? Он рассказал нам о том, что Гавриил сказал ему то-то и то-то, и записал это в Коране. Коран 25 раз упоминает Иисуса. Это Мухаммед рассказал нам о том, что с позволения Бога Иисус оживлял мертвых и исцелял больных. А поскольку он узнал об этом от самого Аллаха, то ничего не мог изменить в этом рассказе. Почему Мухаммед не исполнился зависти и не стал вопрошать, почему, мол, Иисусу было дано творить чудеса, а мне нет? Эти чудеса – суть знамения Божии, и Мухаммед беззаговорочно верил в них. Он верил в знамения, которые явили Иисус и Моисей, и рассказал нам о них, потому что так велел ему Гавриил, и записал их в Писании, названные затем Кораном. Пора кончать с этими выдумками, которые приписываются пророку Мухаммеду. Да благословит его Бог, благословит его Аллах и приветствует. Ведь Мухаммед – это печать пророков, это звание, которое не получал ни один из пророков. Аллах и его ангелы благословляют одного, только Мухаммеда. Аллах сказал «Воистину, Аллах и его ангелы благословляют пророка». Остальных же Аллах говорит «Мир вам». Аллах перенес Мухаммеда из запретной мечети в мечеть Алякса. Это было чудом, но это факт. Он показал ему величайшие знамения. Увидел он величайшее из знамений Господа своего вплоть до древа Сидра Крайнего Предела, окутанного тем, что окутывает его. Вот те чудеса, знамения и явления, и дивные события, которые упоминаются в Коране. Аник рассказал нам Мухаммед. Этих чудес достаточно для того, чтобы перестать приписывать Мухаммеду то, чего с ним никогда не было, ибо это ересь. Свидения подобного рода фальсификаторы вкачивают сегодня во всемирную паутину интернет, и это порождает путаницу в умах людей. Мухаммед благословит его Аллах и приветствует дату рождения, которого мы празднуем сегодня. Печать пророков и посланник Божий ко всем людям. Те в Скандинавии, кто пророчит Мухаммеда, пророчит пророка, который был послан и к ним тоже. Те, кто порочит Мухаммеда, невежды, больные, исполненные ненависть и фанатики, враги Бога, враги Иисуса, враги Моисея, потому что Иисус верил в Мухаммеда, и Моисей верил в Мухаммеда, а Мухаммед верил в Моисея и Иисуса. Разве скандинавы веруют в креста? Ни в коем случае. Если они нападают на Мухаммеда, значит, они еретики. Они нападают на посланника Божьего, и Бог их накажет. Они считают, что Мухаммед арабский пророк. Мухаммед был послан к арабам и ко всем остальным народам, в том числе и скандинавам. Хотят они того или не хотят. Аллах возвещает, что религия Мухаммеда победит, даже несмотря на ненависть многобожников. А значит, и ненависть скандинавов ей не помеха. Аллах говорит о неграмотном праве. Пророке, которым написано в Торе и Евангелии. Но в известных нам сегодня Торе и Евангелии ничего о нем не сказано. Значит, оба эти текста – подделка. Значит, и Тора, и Евангелие – ненастоящие. Вспомни, как Иисус, сын Марии, сказал о сыны Израилевы, «Воистину, я посланник Бога к вам, подтверждающий истинность того, что было в Торе до меня и сообщающий вам благую весть о посланнике, который явится после меня и имя которому – Ахмад». В прошлый раз в Тимбухту, отмечая день рождения пророка, мы говорили о Хадже. Хадж был известен и до Мухаммеда. Он имел место во времена Авраама и Измаила и даже до них. То есть и Мекка, и Каба существовали еще до Авраама и Измаила. Для чего? Для того, чтобы люди совершали паломничество к ним. А какие люди? Отнюдь не только те, кто уверовал в Мухаммеда. Ведь Хадж имел место и до Мухаммеда. Хадж – это обязанность всех людей. Аллах в Коране говорит, Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправиться в Хадж к дому. Там сказано «Обязывает людей». Не арабов и не мусульман, а людей. Все люди, будь то в Америке, Европе, Австралии, Азии или Африке, все должны совершить Хадж, потому что Каба – это первый дом на земле, возведенный Аллахом для поклонения Ему. В истину первый дом, который был воздвигнут для богослужения людей. Аллах говорит «воздвигнут для людей», а не для арабов или мусульман. Это дом Божий на земле для всех людей. Недолг всякого человека состоит в том, чтобы совершить обход вокруг Кабы, пробежать между Сафой и Мервой, постоять на горе Арафат. Кто сказал, что это привилегия только одной группы людей? Кто сказал, что Хадж – лишь для тех, кто уверовал в Мухаммеда? Этот дом воздвигнут для всех людей. Это дом Божий и ничего большее. О тех, кому запрещается совершать обход вокруг дома, Аллах говорит «воистину те, что не уверовали, что сбивают людей с пути Аллаха, не пускают запретную мечеть, которую мы велели воздвигнуть для всех людей». Аллах говорит «в этом ясном аяте, что Кабы воздвигнуты для всех людей». Все люди равны в своем праве на паломничество Кабе. Господь говорит, что Хадж Кабе запрещен только еретикам, тем, кто не уверовал и сбивает людей с пути Аллаха. Откуда взялось представление о том, что арабам принадлежит монопольное право на дом бога Кабу? Все люди имеют право совершать ритуальный обход вокруг Кабы. Откуда взялся запрет тем, кто не следует религии Мухаммеда совершать обход вокруг Кабы? В Коране есть лишь один единственный аят, говорится об этом, и он ясен, как Божий день. Ведь многобожники пребывают в скверне, и пусть они не входят в запретную мечеть. Ну, кто они такие, эти скверные многобожники? Мухаммеда forever. А ведь только пребывающим в скверне многобожникам возбраняется приближаться к запретной мечети. А что случится, если римский папа вдруг придет и скажет «Я хочу совершить ритуал обхода вокруг Каабы». Исходя из господствующей сегодня традиции, ему скажут «Нет, это запрещено». А он спросит «Почему? Докажите мне это». Что ему ответить? Мы перелистаем весь Коран и не найдем ничего, кроме аята, где говорится, что многобожники прибывают в скверне. На что папа скажет «Ну, я ведь не многобожник, и нет на мне скверны». А значит, я имею право обойти вокруг Каабы. Он скажет «Это дом Бога, который был воздвигнут для всех людей, а не только для арабов». Я не многобожник, я верю в Бога, в единого Господа, и нет на мне скверны многобожия. Решитесь ли вы сказать ему «Папа, ты прибываешь в скверне?» Если придет американский президент и скажет, что желает совершить обход вокруг Каабы, что вы ему ответите? Согласно существующему обычаю, ему следует отказать. А он скажет нам «А почему вы отказываете мне в этом?» Что ему ответить? Мы начнем листать Коран и не найдем в нем ничего, что запрещает ему сделать это, и будем вынуждены сказать ему, что Коран говорит лишь «Ведь многобожники прибывают в скверне, и пусть они не входят в запретную мечеть». А что потом? Вы что, скажете американскому президенту «Ты многобожник и прибываешь в скверне?» Пусть тот, кто уверен в своей правоте и имеет достаточное мужество, подойдет к американскому президенту и скажет ему в лицо. «Ты погряз в скверне, ты многобожник, и мы вправе запретить тебе приближаться к запретной мечети». Заверяю вас, не найдется ни одного человека. Который бы заявил, что это американскому президенту. А значит, американский президент может совершить обход Каабы. Он скажет вам, на мне нет скверны. Можете ли вы, те, кто занимается делами хаджа, сказать ему, ты пребываешь в скверне? «Подойди и скажи это американскому президенту. Если ты такой смелый, скажи ему, что ты пребываешь в скверне. Никто этого никогда ему не скажет. И он совершит обход вокруг Каабы, невзирая на все ваши протесты». Всякому, кто назовет президента США многобожником, он ответит, я не многобожник. Как вы можете такое говорить, ведь я верую в единого Бога. Такая вот проблема. То, что происходит сейчас, противоречит Корану. Только многобожнику, погрязшему в скверне, запрещено приближаться к запретной мечети. Все же остальные люди вправе совершить обход вокруг Каабы. А тот, кто запрещает им это делать, еретик, ибо, как прямо сказано в ясных аятах Корана, те не уверовали, что сбивают людей с пути Аллаха, не пускают запретную мечеть. То есть, те, кто не пускает людей в запретную мечеть, лишены веры, ибо запретная мечеть, по словам Аллаха, возведена для всех людей. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к дому. Он обязывает людей всех людей. Он не говорит арабов, а говорит, Аллах обязывает людей. Тот, кто в состоянии проделать путь до Каабы, пусть отправляется к ней. Мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Местом сбора для всех людей, чтобы они сделали место стояния Авраама местом совершения молитвы. Мы повелели Аврааму и Измаилу содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для удиняющихся, преклоняющихся и падающих ниц. Этими словами Аллах поручает Аврааму и Измаилу обустроить этот дом или отстроить его, дабы он возвысился над землей и содержать его в чистоте, чтобы уже тогда, задолго до Мухаммеда, люди могли совершать к нему паломничество. Этот священный дом возведен для людей еще до Мухаммеда, и Господь поручил его Аврааму и сказал ему, провозгласи людям обязанность совершать хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарах верблюдах, из самых отдаленных поселений. Он сообщил также Аврааму. Воистину, первый дом, который был воздвигнут для богослужения людей, это тот, который в баке. Он благословен и служит руководством к истине и для обитателей миров. Все очень ясно и понятно людям, для людей и для обитателей миров. Наконец, последний вопрос, который хотелось бы затронуть в этот великий день. Все мы, собравшиеся здесь, мусульмане, из разных стран. Я знаю, что многие из присутствующих здесь, последователи ислама, являются жертвами притеснений, гонений и даже обвинений в ересе. Да, у нас существуют секты и течения. Одни из нас относят себя к шиитам, другие к суннитам. Шиизм – это течение в исламе. Кто станет отрицать, что шииты не страдают от угнетения? Угнетаются шииты и угнетаются шрафиты. Шиитские общины обвиняются в ересе, преследуются, подвергаются дискриминации и насилию. Известные нам мусульманские течения и толки подвергаются притеснению. Меня не интересуют религиозные объяснения этой проблемы. Меня волнует политическое положение последователей этих течений и толков, которые по религиозным основаниям подвергаются политическому преследованию. Шиит в арабских странах считается гражданином второго или третьего сорта. Это означает, что он подвергается политическому преследованию за то, что принадлежит к шиитскому течению. Он утрачивает права гражданина первого сорта, тогда как единственная его вина состоит в том, что он присоединился к почитателям членов Дома Пророка. Только в этом одна причина. Те, кто считает, что Али унаследовал халифат, стали шиитами. Те, кто считает, что Али унаследовал халифат, стали шиитами. Шиитская сектор Бахра подвергается гонениям и гнёту во всех уголках земли. Шиитская секта Бахаитов подвергается притеснением, обвинениям, вереси и преследованием. Шиитская секта Низарита подвергается гнёту и гонениям. Если ты шиит, то не можешь быть президентом этой страны или королём другой страны. Если ты относишься к Бахра, то не можешь быть ни главой государства, ни монархом. Если ты Бахаит или Зайдит, и тебе это недоступно. Недоступно это также ашрафитам, потому что они относятся к последователям благородного дома пророка. Ведь шиизм – это приверженность члена семейства пророка. То есть шииты в целом и ашрафиты в частности подвергаются дискриминации и преследованию. То есть то, о чём мы сегодня говорим, это не религиозная ситуация, а политическая. Это не религиозная ситуация. Это не религия, но в будущем они привыкли к киево. Моя гомерная ситуация. Словом, будешь не стричь-сов, рекомендую, если вы не пророк, это еще или нет. Один bananaczenie. Абсолютно не стричь-сов. Абсолютно! Продолжение следует... Притеснение ущемляет права человека. Мы прежде всего люди, а затем уже последователи той или иной религии. Мы прежде всего граждане своих стран. А лишь потом члены той или иной общины или секты. Это значит, что между нами должно быть политическое равенство. Кто имеет право притеснять того или иного из нас? Кто вправе судить нас за то или за это? Родина одна для всех. Здесь, в Уганде, нашли приют многие из угнетенных Бахра и... Исмайлитов, аграханитов. Почему они бежали из Индии в Уганду? По причине политической. Измайлитов. В конце концов, оставьте... Богу судить меня и мои личные религиозные убеждения. А с политической точки зрения мы все равны. Я всегда выступаю на стороне сирых и угнетенных, каким бы преследуемым религиозным течением и сектам они не относились. Продолжение следует... И с молитой, рассеянной по всему свету. В любой стране мира можно обнаружить запуганных и подавленных людей, которые на вопрос «Кто вы?» отвечают мы и смолиты, или из эдиты, шииты, шафиты, бахра, друзы, незариты, нусайриты, кедениты, бахаиты. Братья, представьте, предоставьте Богу судить о них. Вы не господь, чтобы по их религиозным причинам лишать их политических и гражданских прав. Именно из-за дискриминации в отношении последователей этих сект и толков возник лозунг воссоздания второго фатимитского государства, чтобы защитить эти угнетенные слои. Такое фатимитское государство может возникнуть на территории, простирающейся от Северной Африки до Ближнего Востока. А что, если действительно возникнет второе фатимитское государство и станет мощной державой? Вот, когда для тех, кто сегодня угнетал эти секты, наступит время запоздалого раскания. Эти слабые и обиженные обретут когда-нибудь собственное государство. Бахаицкое, Каденицкое, Исмалицкое, Зидицкое, Бахрицкое, Шиитское, Нусарицкое, Друзское. У всех этих преследуемых и гонимых сект появятся когда-нибудь свои государства. Все эти проблемы касаются нашей сегодняшней жизни. Это не проблемы философии или древней истории. Отнюдь. Мы говорим о нынешней политической ситуации. Каждый год мы отмечаем и, будь на то воле Аллаха, продолжим отмечать этот великий день. Итак, поколение за поколением, вплоть до победы истинной религии Аллаха и осознания того, что Мухаммед является пророком всего человечества и что религия у Господа Ислам. Найлучшие пожелания и мир всем вам! Субтитры создавал DimaTorzok